Всем привет! Первые 3 смотровые площадки у нас расположились на поляне 960. Отсюда вы можете добраться на канатной дороге, если вы живете в апартаментах или отелях курорта. Для вас это будет бесплатно. Можете сюда подняться при помощи прогулочного билета или приехать сюда на такси. И первая смотровая площадка, которая попадает в центр нашего внимания, это панорамная терраса рестобара Апрскит. Здесь приятно находиться в любое время года. Конечно, центр притяжения – это панорамный вид на Кавказский хребет. Также здесь потрясающая кухня, и это можно совместить созерцание гор и приятная трапеза в рестобаре Апрскит. Ближе к вечеру здесь загораются лампочки, и, конечно же, горные вершины особенно хороши в закатном свете. Пожалуй, самая уютная смотровая площадка нашего курорта – это полянка около главного семейного отеля «Панорама Баймеркюр». Здесь, как на ладони, Кавказский хребет. Наши соседи – горно-туристический центр «Газпром», курорт «Роза Хутор». Эта площадка отлично подходит для мероприятий, для семейных пикников. Здесь проводят, например, свадебные церемонии. Кто знает, может быть, эта смотровая площадка станет началом вашей семейной жизни. Смотровая площадка на противоловинной дамбе. Дамба служит не только защитой от снежной стихии, но и дарит потрясающие виды с этой 12-метровой конструкции в километре над уровнем моря. Чтобы сюда добраться, ищите тропу здоровья и времена года. Проходите в горку мимо Хаски-центра, мимо законсервированных снежных пушек, буквально 250 метров, и вы оказываетесь здесь в потрясающей виду. Это все смотровые площадки на поляне 960. Мы двигаемся выше. Следующая остановка – 1460. Обзорная терраса над реликтовым лесом, которая располагается на высоте 1460. Находится она между станциями канатных дорог, и отсюда можно рассмотреть в ясную погоду, разумеется, вершины трехтысячников основного Кавказского хребта. Напомню, что добраться сюда можно только при помощи билета на канатную дорогу до высоты 1460. А мы тем временем двигаемся выше. Мы на поляне 2200. Добраться сюда без прогулочного билета будет крайне трудоемко. Именно отсюда мы доберемся до двух крышесносных смотровых площадок. Главная смотровая площадка курорта Красная Поляна с уникальным обзором 360. Куда ни посмотришь, открываются невероятные виды. Горная долина Цирк 2 и наивысшая точка курорта Черная Пирамида. Отсюда же можно даже увидеть водопад Медвежий. Вид на Кавказский хребет, поселок Красная Поляна и Эста-Садок. В ясную погоду можно разглядеть даже Черное море. Также здесь на смотровой площадке сконцентрированы основные высокогорные аттракционы. Горки Флай, качели над облаками, мега-зиплайн и супертроллей. И именно отсюда, переодев легкую обувь на трекинговую, мы пойдем на самую дальнюю смотровую площадку. Но об этом дальше. Пока наслаждаемся этими видами. Последняя смотровая площадка находится на экотропе Альпийские луга. В летний период времени это настоящий цветущий ковер разнотравья. Прямо сейчас цветет кавказский рододендрон. Потрясающий вид, не менее потрясающий аромат. А еще можно наблюдать здесь за животными в естественной среде обитания. Вот я на камеру говорю, а слева от меня бегала серна. Буквально минуту назад. Тут не просто смотровая площадка, а смотровой путь. Буквально куда ни бросишь его взгляд, везде потрясающая красота. У-ди-ви-ти-ль-но. Середина пути до смотровой площадки. Нам повстречалась беседка. Но это не наша цель. Сама смотровая площадка еще дальше. Оказавшись здесь, на смотровой площадке, испытываешь особый вид удовлетворения. Во-первых, от тех пейзажей, которые здесь открываются. Во-вторых, от самого пути, который от поляны 2200 у нас занял примерно 40 минут. И, по-моему, именно на этой смотровой площадке можно полноценно насладиться всеми сюрпризами, которые подготовила природа. Это и движение облаков, это и снег в июне, и дикая природа. Хочешь таких же сюрпризов, ты знаешь, где их найти. До встречи на курорте Красная Поляна.